Ну что, Google отключил монетизацию, что теперь будет с каналами на YouTube, стоит ли вообще дальше продолжать введение своего канала. Сегодня об этом поговорим, расскажу причины, почему это случилось, расскажу, что нужно делать сейчас в данной ситуации. 4 марта я получил письмо от Google, в котором говорилось, что сейчас монетизация временно приостанавливается в связи с чрезвычайной ситуацией в России. Что это означает? Во-первых, это бесплатный YouTube премиум для всех пользователей, которые заходят из России. Это хорошая новость, но это единственный плюс, на этом хорошие новости заканчиваются. Какие минусы? Авторы каналов, самое главное, если мы говорим про YouTube, не получат монетизацию. То есть это значит, что в ваших роликах не будет откручиваться реклама, если она у вас обычно показывается. Если вы дошли до 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров, и у вас канал, на котором подключена монетизация, то сейчас ее не будет. Но ее не будет не для всех, а только для пользователей, которые смотрят ваш канал из России без VPN. Это первое. Второе, контекстная реклама не показывается сейчас. То есть вы не можете в Google купить рекламу на Google Ads и, допустим, показывать ваше объявление про что угодно, про ваш интернет-магазин, например. То есть сейчас, по сути, только Яндекс реклама, контекстная, живая, а Google нет. Напомню, что это временно. По крайней мере, так говорит YouTube. Почему это произошло? YouTube, скорее всего, я думаю, что отключил рекламу по тем же причинам, почему это сделал Facebook. Это невозможность контролировать огромное количество пропаганды и фейков в рекламе, которые могли запускаться раньше. То есть могли откручиваться перед роликами. Плюс, как санкция, присоединение к санкциям возможно тоже. Что теперь будет? Если у вас большое количество аудитории было из России, то вы будете терять доход как раз от зрителей из России. У меня, например, процент 48-48% моих зрителей смотрят меня из России, 52% из России. То есть примерно у меня половина рекламы срезалась. Я знаю, что у многих до 80% этот показатель. Но сейчас с распространением VPN, я думаю, что этот показатель будет падать. То есть даже если человек находится в России физически, он смотрит через VPN Европы или Штатов, и тогда он считается, то есть ему будет реклама в любом случае показываться. По поводу контекста рекламы тоже это не очень хорошо, естественно. Вы не можете настроить рекламу на свои продукты. У меня, например, человек в Telegram-канале, который веду Максим Чернов, который у меня сейчас как такой оперативный штаб, мы там все апдейты постим. Он написал о том, что у него 8 марта на носу, это горячий сезон в его бизнесе, и у него примерно половина клиентов приходит, всегда приходила вот реклама в Гугле. И, соответственно, 4 марта срезалась вся реклама, то есть он недополучит 50% выручки. Это, конечно, очень печально. Что нужно сделать сейчас? Первое – установить VPN. Это нужно сделать вообще в любом случае. У меня, кстати, в Telegram-канале тоже есть рекомендации по лучшим VPN для Android и для iPhone и для компьютера. Поэтому VPN – это обязательно нужно им уметь пользоваться. Я надеюсь, что после блокировок Telegram очень много людей научилось в России это делать. Если вы еще не научились, то обязательно сделайте это. Если вы смотрите своего сейчас любимого контент-криэйтора, автора YouTube-канала, то вы можете, чтобы поддержать его, смотреть с VPN, поставив, например, в настройках США. У вас будет показываться реклама, но и креатор будет получать деньги с монетизации на своих роликах. Это такая, на самом деле, поддержка для ваших любимых креаторов. Так можно делать. Что еще надо делать? Все равно продолжать производить и постить контент и заводить его каким-то образом по смыслу в контексте кущей ситуации. То есть сейчас все, что набирает большие просмотры, каким-то образом привязано к этой ситуации. Понятно, что там новостные каналы напрямую с этим можно связать. Но, например, на моем канале про social media я рассказываю о том, что сейчас надо делать и какие сейчас тренды, какие блокировки по топику, который я знаю. Instagram, YouTube, соцсети, в целом онлайн-маркетинг, инфобизнес. Ребята, которые, допустим, на каналах про инвестиции и личные финансы, рассказывают сейчас, что происходит с рублем, что с блокировками карт, как переводить деньги и так далее. То есть привязываются к ситуации. Если у вас канал, не знаю, про готовку, например, вы можете объяснить сначала. То есть вы не просто так выпускаете тот контент, который выпускали до войны, до спецоперации, извините. Вы можете подвести это, допустим, что, например, сейчас готовить что-то самостоятельно, а не заказывать пищу, еду себе, обед и ужин. Это может успокоить и это может отвлечь от того сумасшествия и того стресса, который сейчас у всех есть. Вы все равно можете каким-то образом привязываться. Что еще надо делать сейчас? Смотреть в сторону YouTube на английском. Здесь есть два варианта. Первый – делать экспертный контент. То есть то, что вы, допустим, если вы делаете это на русском языке, если вы знаете английский, то переводите это на… Не делать субтитры, а именно переснимать это под английскую аудиторию и с какими-то релевантными отсылками. Особенно для американской аудитории, потому что она ключевая на YouTube, которую вам нужно захватить. Я, например, со своим англоязычным каналом, который я сейчас… Я немножко его забросил. Он у меня выстрелил в августе 2021 года. Но сейчас я его восстанавливаю. Там, например, у меня экспертный контент сначала не особо зашел. То есть я там рассказывал про YouTube и Instagram. Я потестил это. Я потестил интервью, которое я записывал с разными людьми в Сингапуре. Тоже не очень зашло. И потом я затестил тему жизни иностранца в Сингапуре. И она прям полетела. И уже внутрь этого я, в том числе, и свои экспертные темы периодически вставляю. То есть здесь надо тестить и смотреть, что у вас зайдет. Второй вариант работы на англоязычном рынке – это делать такой очень-очень широкий, очень массовый контент. Его можно делать, не снимая себя. Делать либо анимацию, либо делать нарезки, либо игры, либо спорт. Контент, который вы как бы компилируете, а не сами создаете. Но вам нужна именно очень-очень массовая, такая очень широкая тема. Не узкоспециализированная, не узкоэкспертная. Если, кстати, интересно, как развивать YouTube на английском языке, то напишите об этом в комментариях. Под этим видео мы сейчас думаем про продукт на эту тему. Что еще надо сделать? Подписаться на мой Telegram-канал, где я даю свежие апдейты, рекомендации, что сейчас делать развиваю соцсети, в том числе YouTube. Я под этим видео положу ссылку на запись эфира в Telegram, который я делал. Кстати, в Telegram можно делать эфиры и вебинары, если вы не знали. Я, в общем, в этом эфире рассказал про актуальные площадки сейчас для продвижения, для монетизации. Затронул вопрос русофобии за рубежом. Дал свое видение по возможным блокировкам, которые уже сейчас есть, которые, возможно, будут. И правила ведения блога, канала в текущей ситуации. Вот, кстати, вот здесь вы сейчас на экране видите, что там еще было в эфире. Поэтому переходите по ссылке, смотрите эфир и подписывайтесь на Telegram-канал. Что будет дальше? Я думаю, что Google вернет монетизацию, когда закончится острая фаза. Если не будет полной блокировки YouTube со стороны именно Роскомнадзора, со стороны РФ, я думаю, мой прогноз в том, что все будет нормально. Я думаю, острая фаза закончится, и YouTube вернет монетизацию каналам. Но блокировка YouTube также не исключена. Например, вчера YouTube заблочил канал Соловьева, которого вы, наверное, знаете. Это хорошая и радостная новость для всех, но это может в обратную сторону спровоцировать РКН, который, в принципе, наверняка рассматривает блокировку YouTube тоже. Но сейчас тому может быть таким официальным основанием, что вот мы поэтому блокируем, потому что вы нас блокируете. В общем, риски есть, поэтому нужно держать руку на пульсе. В любом случае мы не знаем, что будет дальше. Поэтому надо выдохнуть и действовать по ситуации. Подписывайтесь на телеграм-канал и до связи. Берегите себя.